Жаловаться можно. Продолжает работать с Народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире. О полной перечне обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Кстати, теперь эту рубрику мы делаем совместно со специалистами Центра управления регионом. Слово его руководителю Сергею Блаженову он расскажет о главных проблемах жителей. Добрый вечер, Павел. На этой неделе в топе тепловой карты ЦУРК проблемы, связанные с качеством питьевой воды, отловом бездомных животных, ямочный ремонт. Эти темы стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях как жителями Саратова, так и области в целом. Специалистами обработано почти 900 сообщений. Вот некоторые из них. В Энгельсе на улице Краснодарской 2А течет грязная холодная вода. Автор поста ВКонтакте отмечает, что на протяжении нескольких месяцев фиксируется налет на сантехнике, и низкий напор воды, а также слизь. ЦУРК зафиксировал сообщение и передал его в администрацию Энгельса. Специалисты и администрация выехали на место и проявили заборы воды. Анализ показал, что вода чистая и соответствует нормам. Администрация посоветовала жителям совместно с управляющей компанией провести анализ коммуникаций дома и почистить их в случае необходимости. Вопрос к благоустройству подняла Татьяна Аникеева на своей страничке в Инстаграм. Она просит привести в порядок территорию около домов по 5-му динамоскому проезду в Саратове, так как отсутствуют мусорные баки. В связи с этим появляются стихийные свалки. ЦУРК внимательно отнесся к данному сообщению. Несколько часов назад специалисты Олега Пиратра ответили, что свалка будет ликвидирована в течение суток. А до 17-го по данному адресу будут установлены новые баки. Павел. В студии рядом со мной Надежда Новикова. Она расскажет, какие обращения поступили к нам в редакцию. Да, Паш, вот такая картинка на улице Студионная. После возгорания, которое произошло 8 марта, жители дома пишут, что загорелся электрощиток. Скорее всего, по причине того, что в доме не было отопления и все включили обогреватели. А проводка старая и не выдержала. Возгорание устранили, а последствий нет. Провода так и висят на лестничной клетке. Также саратовцы пишут о доме номер 3 по адресу 3-й Кавказский тупик. По словам местных жителей, в аварийное здание, 15 квартир которого расселили по суду и опломбировали, пару лет назад стали заселять семьи с детьми. Якобы это была временная мера, но люди там живут до сих пор, без всяких условий. Отопления почти нет, газовых колонок тоже. Чиновники на все жалобы предлагают жильцам судиться. Но средств на адвокатов у этих семей тоже нет. Скажи, какие еще обращения поступали к нам в редакцию? Родители юных спортсменов жалуются, что из-за запрета на проведение соревнований в регионе на свежем воздухе их дети не знают, к чему стремиться, не получая отдачи. Им не присваивают спортивные разряды. Родители просят скорее снять запреты на проведение спортивных мероприятий в нашем регионе. Спасибо. Полный отчет о жалобах телезрителей читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. Если есть возможность их проиллюстрировать, будем только рады.